Всем привет, вы на канале Страна для жизни. Перед началом выпуска хотел бы напомнить о том, что стоит сделать для продвижения видео в топ. Подписка, лайк, комментарий. Ведь вместе мы делаем огромную работу. Итак, сразу к новостям. Сегодня стало известно о взломе сайта Беларусь Калия. На нем разместили опрощение к активистам, участникам дворовых чатов, силовикам от подполья Минска. В размещенной публикации рассказывается, что 1 августа в Минске на базе групп сопротивления начал действовать объединенный штаб, который не связан ни с оппозицией, ни с действующей властью. Его задачами назвали формирование многоуровневого подполья, организация акций мер противодействия силовым ведомствам, подготовка полевых командиров, организация контрразведки, налаживание международных контактов, а также подготовка к легитимизации объединенного штаба, как будущего ворководства Республики Беларусь на время переходного периода. Согласно данным портала «Намбео», Беларусь заняла 32 место из 142 в рейтинге стран по уровню преступности на первом полугодии 2022 года. Стоит отметить, чем выше место, тем хуже обстоят дела с преступностью в стране. Рейтинг стран по уровню преступности составляется два раза в год и используются данные за последние 36 месяцев. Печальное лидерство в первом полугодии 2022 года принадлежало Венесуэле и Папуа, Новой Гвинеи с индексами 83,16 и 80,26, которые относятся к очень высокому уровню преступности. Индекс Беларуси составил 57,18, что означает умеренный уровень преступности. Кстати, РФ в этом рейтинге занимает 94 место, как низкий уровень преступности. Украина занимает 69 место, Латвия 96, Литва 107 и Польша 110. Самый низкий уровень преступности у Катара, ОАЭ и Тайваня. Оголтелые дикари, только посмотрите, как ведут себя пропагандисты с европейскими дипломатами. Впрочем, можете не смотреть, это тот случай, когда делают они остыдно тем, кто смотрит. Отвратительные сцены происходят в Гродно, возле здания, где началось судилище над журналистом Денисом Ивашиным. Пропагандисты налетают на европейских дипломатов, считая, что задают страшно оригинальные и каверзные вопросы, состязаются в своем примитивном остроумии. Все это со стороны напоминает зверинец. В данном случае суд проходит в закрытом режиме. При лукашизме это значит, что в зал пустят только глумящихся пропагандонов, а родных, естественно, нет. Также еще одно видео, в котором отважная мама журналиста, у которой лукашенковские обездари, спросили, зачем она пришла на суд, ответила, что очень хочет послать их вслед за русским кораблем. Ну а мы присоединяемся к этому пожеланию. 16 августа 2020 года мы первый раз показали, как нас много. Ровно два года назад Минск превратился в море бело-красно-белых флагов, а в воздухе царила атмосфера единения и свободы. На улице вышли сотни тысяч белорусов. Марши и акции протеста в тот день прошли по всей Белоруссии. От областных центров до небольших городов и даже деревень. На вчерашнем посещении у Лукашенко мотовелозавода была устроена очередная показуха. Лукашенко показали, так сказать, белорусский мотоцикл, который делают в Китае для французской компании. На вчерашнем видео гендиректор мотовела Николай Ладутько, показывая Лукашенко новый мотоцикл, говорит, что свой дизайн-проект, дизайн-идея, компоновка и сборка. Сборка-то, может, и своя, а вот насчет всего остального большие сомнения. Просто российский блогер Рустем Адагамов обратил внимание, что этот мотоцикл вообще не белорусский. Это французский MASH X-Ride Classic 650, который полностью изготавливают в Китае. Стоимость такого мотоцикла в Великобритании составляет около пяти тысяч фунтов. Это около шести тысяч долларов. Более того, на мотоцикле, который показали Лукашенко, даже шильду X-Ride не убрали. Ну и, конечно, белорусский логотип марки Минск ровно на месте лого французской компании MASH. К слову, интересно, что на сайте Мотовела этот мотоцикл в продаже пока не представлен. Все, что могут делать лукашенковские прихвостни, это воровать и выдавать за свое. В этом мы уже не раз убеждаемся. Нашу одежду примут 100%. В Беларуси появилось ателье, которое шьет костюмы для заключенных. В каталоге летний костюм, зимняя куртка, постельное белье, мешочек для продуктов, брюки, шапка, кепка и рукавицы. Изготовитель обещает, что сложности с передачей одежды в места заключения не возникнет. Как скоро эта популярная для Беларуси линия одежды появится во всех магазинах страны, пока неизвестно. Дырявый диктатор сегодня посетил экспериментальные поля центра НАН по земледелию, где придумал, как повысить урожайность. Приведу цитату. Нужна диктатура, а у нас она есть, давайте включать ее, заявил Синепалы. Так сказать, стандартный способ для повышения урожайности. Нужна диктатура, а у нас она есть, давайте включать ее. Давайте административный ресурс включать и заставлять делать так, как это надо. На этом все. Более подробную информацию можете найти у нас в телеграм-канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Это очень важно для продвижения видео в топ. Слава Украине! Жыве Беларусь! Слава Украине!